МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стране выздоровели и выписаны 54 254 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Эти данные приводит Минздрав. Зарегистрированы 64 604 человека с положительным тестом. Специалисты провели более 1 111 000 исследований. Всемирная организация здравоохранения заявляет, ситуация с COVID-19 в мире не улучшается, и большинству государств пока не удалось взять ее под контроль. При этом в ряде регионов Европы ситуация стабилизируется. Так в больнице итальянского города Бергамо заявили, в первый раз с момента начала пандемии в отделении интенсивной терапии не осталось ни одного пациента с коронавирусом. В Румынии, напротив, за 24 часа инфекция выявлена более чем у 600 человек. А правительство Испанских Балиарских островов сделало обязательным ношение защитных масок на территории всего автономного сообщества. В Беларуси ситуация под контролем. К прежнему режиму возвращаются больницы Гродненской области. Все районные клиники вновь принимают плановых пациентов. В трех уже оказывают хирургическую помощь. В ближайшие дни к ним присоединится и отделение при медуниверситете, перепрофилируют и поликлиники. Мы должны понимать, что ковид остался. Поэтому самое главное – это защита медицинских работников. Те меры по защите, по снабжению и по использованию средствами индивидуальной защиты, они все сохранены. В учреждениях сохранены шлюзы, они не демонтируются. С учетом того, что на случай возможной второй волны, которая, как все прогнозируют, может быть осенью. На случай второй волны эпидемии в больницах страны созданы планы по перепрофилированию коек. Об этом заявили Минздраве. Регионы продолжают оснащать всем необходимым – от средств защиты до точек респираторной поддержки. Председатель постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам провела личный прием в Бобруське. Татьяна Рунец также отвечала на вопросы по телефону. Позже она посетила синагогу, еврейский дворик, краеведческий музей и кожевинный комбинат. Мария Бушкевич знает детали визита. На часах 10.30 прием граждан проходит в Большом зале Бобруйского госполкома. Услышать проблемы и помочь гражданам с их решением – приоритет визита. Работает и прямая телефонная линия. На звонки отвечает Сергей Анюховский, член постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Обращения граждан, они очень нужны, важны. И я как сенатор, в общем-то, люблю общаться с людьми, потому что узнаешь проблемы те, которые существуют на низах. А те проблемы, которые внизу, они всегда помогают даже в подготовке законопроектов каких-то. Очень часто люди на самом деле видят проблему ту, которую невозможно увидеть сверху. Горожане рассказали о наболевшем. Одни излагали свою проблему четко, другие же в отведенные 15 минут пытались решить сразу все, что накопилось. Из записавшихся шести человек пришли четыре. Просьбы касались раздела имущества, капремонта в старом доме, невыплаченные заработные платы от фирмы, ставшей банкротом, и даже полутораметрового земельного участка. Выслушали и представители жилищно-коммунального хозяйства, соцзащиты и других служб, после чего многие вопросы стали прозрачными и понятными. Очень хорошо приняли, побеседовали, позадавали очень много вопросов, те даже, на которые я и не думала, что мне будут такие вопросы задавать. Эти все вопросы в пользу меня. О том, что приезжают вот эти выездные руководители, сверху отправляет наш президент, это очень хорошо. Они все донесут до президента. Отдельные обращения требовали детального рассмотрения. Их решения были взяты на контроль. Татьяна Рунец пообещала совместно с местными органами власти найти пути решения. Помимо приема граждан, Татьяна Рунец уделила большое внимание культурной жизни Бобруйска. И не мудрено, сенаторно слышана о культовых объектах города. Следующий пункт рабочего визита – старинная синагога. Равин Бобруйска провел экскурсию. Гости увидели молитвенный зал, ковчег для завета, свитки. Действующая синагога – редкость для Беларуси. Сюда постоянно съезжаются туристы. Прямые эфиры в соцсетях из города на Березине собирают тысячи зрителей по всему миру. Я очень рад, что люди приходят, смотрят культуру, смотрят традиции. Развиваются моменты ознакомления. Это очень важно для человечества, это очень важно для каждого из нас, когда люди видят, как живут в этом стране прекрасно, как традиция здесь сохранилась. С особым трепетом Равин провел экскурсию по еврейскому дворику. Совсем недавно здесь появилась своя стена плача. Все записки, оставленные в расчелинах камней, собирают и отвозят прямиком в Иерусалим. Их количество достигает полутысячи штук. Далее в маршруте – Краеведческий музей. Ваш Краеведческий музей меня очень впечатлил. Мне кажется, что я еще раз приеду сюда, чтобы изучить то, что там представлено. Работникам музея большой респект. Финальной точкой визита стал Кожевинный комбинат. Во время экскурсии по цеху сенатор интересовалась количеством работников, экологией производства, спросом на сырье, портфелем заказов. Отметила и плюсы – тесную работу руководства с коллективом, наличие профсоюзов. Татьяна Рунец оценила качество и богатую цветовую гамму готовой продукции. Этот комбинат – это комбинат структуры Беллигпрома. Посмотреть, что в них за хозяйственная деятельность, какие пути выхода есть из сложившейся ситуации, проблемные моменты, если есть, то по возможности, конечно, помочь решить. Приезд представителя Совета Республики позволил решить на местах многие вопросы. Услышать проблемы, волнующие горожан, ознакомиться с промышленным потенциалом города, найти пути решения, взять на карандаш. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Последние штрихи. Строители покинули площадку детской больницы. Внутри уже установили оборудование и мебель. Блоки состоят из двух палат. Есть санузел и душевая, умывальники, тумбочки, шкафы. Завершилась настройка техники. Смонтирована компьютерная сеть. Коммуникация обеспечит быстрый доступ к результатам диагностики В результате проведенной реконструкции улучшится качество оказываемой медицинской помощи детскому населению не только города, а и пяти прилегающих районов, потому что наша детская больница обслуживает не только детей нашего города, маленьких бобруйчан, но и пяти районов. Но также улучшатся условия пребывания для детей, для их родителей, которые будут пребывать с детьми, а также условия для работы существенно изменятся в лучшую сторону нашего медицинского персонала. Отмечу, на покупку техники ушло без малого 3 миллиона рублей. Красный пищевик организует новое производство сладостей в Славгороде. Планируют выпускать желе с использованием модифицированных крахмалов и нескольких видов мармелада, диабетические, с витаминами и для питания при интенсивных нагрузках. Изготавливать сладости будут из местных яблок, груш, ягод и меда в собственной пасеке фабрики. Предполагается, что после инноваций на предприятии значительно расширится ассортимент. Около 40% продукции будут экспортировать в страны Евросоюза, Азии, Китая. В Бобруйском общественном транспорте появятся билеты нового образца. Талоны сменят красный цвет шрифта на синий. Информацию отпечатают на белорусском языке. Дизайном предусмотрена перфорированная полоса. Новые проездные пустят в оборот, как только израсходуют существующий запас. Семейный капитал, работа студотрядов и услуги перевозки. За два года пассажиропоток такси вырос в полтора раза. Как это отразится на ценах? Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. Более 85 тысяч многодетных семей открыли депозиты на семейный капитал. Это свыше 3,5 тысяч счетов. Размер каждого – 22,5 тысячи рублей. Чтобы рассчитывать на выплаты, нужно обратиться в местные органы власти в течение шести месяцев со дня рождения, усыновления или удочерения третьего или последующих детей. Кроме этого, начиная с 2021 года, размер пособия будет ежегодно индексироваться. За два года пассажиропоток в такси вырос в полтора раза. Эксперты уверяют, рынок постоянно изменяется, растет. Общий объем за 2019 – 394 миллиона долларов. Средний водитель зарабатывает 900 рублей в месяц. Более 30 тысяч человек продолжают трудиться в студотрядах. Их по стране больше тысячи. Средняя зарплата достигает тысячи рублей. Проживание, питание и экипировка бесплатные. Самый популярный объект – Белорусская атомная станция. Белорусская железная дорога пустит 13 дополнительных поездов на праздник в Александрию. 11 июля составы пойдут по маршруту Могилев-Копось и Орша-Копось. Днем позже дополнительно будут курсировать еще четыре поезда. По словам организаторов фестиваля, на берегу Днепра все готово для встречи гостей. Стартовал 17-й тур чемпионата страны по футболу. Игры пройдут в Смолевичах, Борисове, Солигорске, Минске, Витебске. Бобруйская Белшина 11 июля примет Джодинская торпеда «Белаз». Матч пройдет на стадионе «Спартак» начало в 16.30. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Бобруйск-арене провели косметический ремонт. Обновили краску на стенах и льдозаливочных машинах. Комплекс готовят к новому сезону. Первые тренировки команд запланированы на понедельник. 15 июля возобновятся массовые катания. На следующих выходных для гостей подготовят развлекательную программу, световое шоу, мастер-класс хоккеистов, призы и подарки от клуба «Подхиты 90-х». В Доме футбола прошла жеребьевка полуфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд. Первые матчи состоятся в столице и Бобруйске. Представительницы ФК «Минск» в борьбе за выход в финал дважды сыграют с Гродненским Неманом. Бобруйчанка будет соперничать с Динамо БГУ ФК. В четвертьфинале спортсменки из города на Березине дважды одолели соперниц из Могилевского Днепра. Напомним, наши девушки 10 раз становились обладательницами Кубка Беларуси. От заката до рассвета. За день погода в Бобруйске изменилась до неузнаваемости. С утра была облачная полный штиль. К вечеру сгустились тучи, прогремел гром. По улицам забегал южный ветер. Порывы достигли 13 метров в секунду. Днем потеплело до 23. На долго ли тренд расскажем прямо сейчас. На выходных в сольную партию вступят атмосферные фронты, которые придут в страну с территории Карпат. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. В субботу на юго-востоке прогремят грозы. Возможны ливни и град. Ветер закружится, как юла южный с переходом на северо-западный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится. Днем будет расти. В воскресенье синекую накроет холодная воздушная масса северных широт. Температура в центральной части страны опустится до плюс 13. Проливные дожди в юго-западной части Китая вызвали смертоносные оползни. В провинциях Гуанчжоу-Хубэй погибли или пропали без вести 14 человек. Доступ в некоторые горные районы временно закрыт по соображениям безопасности. Молодежь сдает вступительные экзамены в вузы. Спасатели переплавляют абитуриентов на грузовиках и надувных лодках. Несезонная система низкого давления обрушилась на Кипр с ливнями и грозами. Эксперты заявили, что погода привела в замешательство. Ведь такой режим характерен для зимы. Завтра Бобруйск укутают облака. После полудня возможен дождь. Вероятность грозы 90%. За день ветер сменится четырежды. С южного на юго-западный, затем на западный и в конце придет северный. Днем столбик термометра будет показывать около 28 градусов выше нуля. Ночью 16 с плюсом. Воскресенье пройдет под знаком осадков. Синоптики предрекают нескончаемые дожди. Светлое время суток 15, тепло в темное плюс 11. Владислав Боев, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!